Чисто, светло и уютно. Две недели осталось до начала учебного года. И в карагандинских школах проводят завершающие работы перед тем, как принять учащихся. Готовность объектов образования – главная тема последних недель лета. Подробности в сюжете. Школа-лицей имени Ермекова большой мощности. Построена в 2019 году. Считается относительно новой. Тем не менее, ремонтные работы в летнее каникулярное время здесь также проводятся. Депутаты проверили готовность учебного заведения. Часть работ было проведено на крыше. На актовый зал и на крышу над актовым залом выделено было 14 миллионов. На стеклопакеты – 26. Адаптация тоже в этом году произведена на сумму 3 миллиона. У нас образовалась экономия, которую потратили на кабинеты физики и математики. Сейчас все готово в полном объеме к началу учебного года, в чем убедились народные избранники. Крыша, ремонт крыши, где актовым залом тепло, вот ее устранили. Инклюзив для дорожки специально. Здесь 26 детей учатся, особенно детей. Школа на учебный на этот год готов. В общеобразовательной школе номер 8 отремонтировали кровлю и поменяли окна. Освежили коридоры и классы, спортивный зал. В общем, было потрачено около 65 миллионов тенге. Экономия позволила дополнительно преобразить кабинеты. Текущим ремонтом охватили и общеобразовательную школу номер 17. Школа 1989 года, мощностью 1100 учащихся. Сейчас тут обучается 1300 детей. Дети 1 сентября придут в чистое преображенное здание с обновленным спортивным и актовым залом. Светлые и уютные кабинеты оценили депутаты. В этом году, в летний период, мы наконец-таки заменили ограждение. Раньше у нас были бетонные. На это выделено было 26 миллионов. Выиграли на 19 миллионов фирма «Карагандинская». В планах в следующем году сделать ремонт кабинетов. Ну а в этой школе номер 73 работа кипит. Тут много лет не было ремонтов. Но в этом году выделили деньги и взялись основательно. Работами охватили спортивный зал, что очень важно. Ремонт кровли тоже произвели. И теперь не будет связанных с ней проблемой. Отдельно стоящие мастерские, ранее выглядевшие неприглядно, теперь тоже отремонтированы. И детям в них будет приятно заниматься. Заменены двери, линолеум, полы. И взялись за фасад. Подрядчик делает свою работу на совесть. Задержала его поставка материала. В итоге решили теперь обшивку делать из металлосайдинга, который есть в наличии. Нам в этом году 140 миллионов выделили. Это хорошие деньги. Удалось сэкономить 40 миллионов, которые мы рационально вложили в дополнительные объемы работ. А также приобрели необходимое оснащение для школы. Ход ремонта остается на контроле. Все объекты образования готовы к работе. Единичное отставание планируют нагнать в ближайшие дни.